Чоктавский язык, то есть это язык мускокской группы, примерно вот как язык Крик, он же и семинольский, но другая народность. Значит, это народ Чокто, я на последний ставлю удаление, так я не разобрался, в английской википедии удаление не ставят мерзавцы. Чоктавы, в принципе, одно из названий, поэтому я Чокто тоже сокращенно делаю, ну или Чоктавы буду их называть. Значит, эти Чоктавы, они жили тысячи лет в долине реки Миссисипи и там даже создали культуры аграрные. Когда появились европейцы, Чоктавы относились к пяти цивилизованным племенам, то есть ряд племен индейских пытались усвоить европейскую культуру, взаимодействовать как-то с европейцами, технологии усваивать, в том числе письменность. И, в общем-то, развивались и вполне могли войти вот в это американское либеральное общество, если бы не расизм товарищей протестантов, которые к тому же себя считали еще и христианами. Причем расизм эти протестанты, кстати, обосновали конкретно Библией, там есть история про этого Хама и Афета и так далее, что значит Хам должен служить там Симу и прочее. В общем, расизм девятнадцатого века исходил из расизма второго века до нашей эры, когда фальсифицировали Библию. Поэтому я и говорю, что Библия однозначно злой, из нее всегда идет всякая гадость по типу расизма, войны, там, книга написана про войну, поэтому ее почитатели войну и будут устраивать. Библия конкретно должна быть вообще дискредитирована в культуре, чем занимаются с восемнадцатого века все лучше люди Европы и Америки. Ну, в общем-то, эти, короче, лучшие люди тогда тоже были. Я рассказывал про Эмерсона, про движение за отмену рабства в Америке, но не господствовали в американском обществе, а в американском обществе господствовали мерзавцы. И, в частности, президент Джексон, про которого я уже рассказывал, он, значит, устроил принудительное выселение индейцев, но частично в добровольно-принудительном порядке, то есть их заставляли подписывать договора, что они добровольно выселяются, а семенолы отказались и воевали 10 лет во Флориде, чтобы не выселяться. Ну, так или иначе, основная часть была выселена, так называемая «Дорога слез», и в курсе по истории я подробно уже про все это поведал. С 1831 года они выселяются. Часть отказались выселиться от Чактавов, остались в Миссисипи, где им дали гражданство США. Кстати, вот первая индейская группа, которую получила гражданство США, они длительно даже и гражданами не были. По поводу рассказов о какой-то там политической нации в Америке, там индейцы даже и не граждане, по большей части, но были. Сейчас у них у индейцев обычно двойное гражданство. Им давали гражданство в 20 веке, когда как раз проводили политику политической нации, и они не хотели многие, потому что для них гражданство США означало, что они становятся белыми, другая национальность. Ну, значит, дали Чактавам гражданство США еще в 19 веке, те, которые в Миссисипи остались. Тем не менее, им это тоже никак не помогало. Вот я говорю, это политическая нация никак не помогает против дискриминации. Точно так же они теперь, раз все равны, так сказать, то вот эти богатые белые, они, конечно, в более выгодных условиях находятся в этой, так сказать, конкуренции, чем потомки индейцев, хотя их даже и приравняли в правах. Понятно, что у индейцев ничего нет, землю захватили. Возможности у этих сообществ индейских небольшие экономические, и белые их все равно дискриминировали, вытесняли, что порождало множество протестов среди индейцев, естественно, и до сих пор порождает, и это позор. И это одна из причин, что вот эта модель такая 19 века, условно, так сказать, праволиберальная, она в Америке потерпела крах и сейчас пересматривается. В частности, потому что эта модель вела к дискриминации черных индейцев, мексиканцев, а их все больше, и никак нельзя, так сказать, избежать обвинения, что вот эта либеральная модель и привела к гибели коренных народов. Ну, значит, чектавы все-таки продержались их, то есть им было плохо, но они сохранились, и сохранились они до сих пор, они свою идентичность поддерживают. Они там есть в штате Оклахома, у них там все-таки есть какие-то собственные предприятия, собственная территория, на которой они язык сохраняют. Во время, кстати, гражданской войны в США они поддерживали юг, просто чтобы отомстить правительству США, которое их выселяло. Во время Первой мировой войны их использовали как радистов, я уже рассказывал, в связи с тем, что индейские языки плохо понимаемы даже профессиональными лингвистами, как они устроены. Тем более немецкие дешифровщики не могут по структуре языка, то есть основная дешифровка же шла по структуре языка. По структуре индейского языка, заведомо сложной, невозможно было дешифровать сообщения, поэтому индейцев использовали в Первой мировой войне как радистов. То есть они передавали друг другу на своем языке сообщения, которые хуй просышь там ни один европеец не понимает, и вот таким образом обеспечивалась секретность. Даже и во Вторую мировую войну тоже там это самое такое было. Ну, Чактавы, кстати, они осваивали промышленное производство, сейчас у них там всякие фабрики кабельные, электроника, достаточно высокотехнологичные. То есть при всех вот этих российских убеждениях белых как раз индейцы продемонстрировали, что если их не спаивать систематически, там много талантливых людей, способных вполне работать на европейской технике, создавать произведения, напоминающие произведения европейской культуры, собственно, какую-то философию развивать и демонстрировать. Ну и об этом я еще довольно много расскажу. Там много и писателей было индейских в конце 19 века, и какую-то они пытались альтернативу даже христианству представить, и влияли, в общем-то, и на белых порядочно они там. Ну, в общем-то, клип про язык. Так, поэтому язык чектавский, имеет орфографию на основе латиницы, и орфографию еще у них создали в 1800-е годы. То есть в начале самом 19 века вот этот вот мужик, миссионер, насколько я понимаю, он им сделал орфографию. Ну-ка я сейчас про мужика посмотрю. Сайрус Баингтон жил вместе с ними порядка 50 лет, он занимался кодификацией языка и в том числе помогал им с орфографией. Ну, однако орфографию они пересматривали, вот та, которая у них была в 19 веке, сейчас иногда другая используется. Ну, суть все равно в том, что используются дополнительные значки, да, то есть то, что не все символы, не все фонемы можно отразить символами латиницы, да, понятно все. Три диалекта у них, Оклахома, где они в основном живут, Миссисипи и Филадельфия, где они еще там остались, которые не хотели переселяться. По поводу согласных, специфика какая нету, РА, и вообще ничего похожего на РА. Поэтому, допустим, чироки, они говорят чалаки, то есть они лакают. Это у нас кто лакает? Китайцы, вот как китайцы они говорят, без буквы РЭ. В то же время ЛА у них имеет две формы, ЛА обычная и ЛА фрикативная. Фрикативная ЛА во многих языках индейцев имеется, допустим, в том же науатле, до которого должен дойти и так далее. В остальном, в общем-то, простой язык, допустим, нет звонких, как отдельных фонем, только одна фриката ЧА. Фонетика, в общем-то, довольно простая. Что касается гласных, АИ и ОУ стандартные, которые имеют носовые формы и длинные, долгие формы. Грамматика. Грамматика основана на глаголе, как обычно в мусокских языках. И глагол очень развит, имеет систему приставок и суффиксов. В начале глагола может быть до трех приставок, и в конце глагола до пяти суффиксов. Это позволяет передавать многие значения, которые в европейских языках передаются наречиями. То есть, различные формы деятельности глагола, которые мы говорим там, медленно пошел, или внезапно появился. Вот это все будет суффикс в большинстве индейских языков Северной Америки. Что касается приставок, приставки, как правило, согласовательные. Имеется в виду, что в глаголе отражается субъект и объект действия. То есть, опять же, то, что мы местоимениями, я забрал ее там, или я поднял это. Вот это все выражается просто приставками. Тоже во многих индейских, в большинстве, пожалуй, да. Ну и в чактавском тоже. Значит, их четыре серии. Как правило, первая вот эта серия – это субъект глаголя отражается. Вторая серия – это прямое дополнение. То есть, на что направлено действие. Третья серия – это косвенное. И четвертая – это отрицание. Но это нечетко, потому что все еще зависит от того, глагол там переходный или непереходный. Глагол обозначает состояние или активное действие. Значит, глаголы состояния, как правило, в наших языках прилагательные, но вот в индейских и вообще в большинстве языков мира – это глаголы, которые просто обозначают состояние объекта. То есть, вот, допустим, камень черный – это глагол почти во всех языках. В концепции прилагательного она в немногих языках есть, в том числе в индеевропейских. Ну, в чактавском, конечно, это глагол будет. Только статив будет, статический глагол. Значит, как применяется… Ну, вот как применяется пример парадигма, чтобы было понятно, да? То есть, вот приставка выражает… Вот ток на конце – это прошедшее время. Состав всех октантов выражается сложной приставкой, которая конструируется из показателя того, в чем тот объект заключается, в чем тот субъект заключается. То есть, первый уровень, первый тип показателей выражает субъект, второй – прямое дополнение, и третий – косвенное дополнение. Потом они вместе сочетаются, и вот так получается одно слово. Ну, это переходный глагол, такой классический. В непереходных глаголах все сложнее, и в частности, вот в качестве субъекта может выступать и второго типа. То есть, вот приставка второго типа, она в статических глаголах будет выражать субъект, а не объект. И приставка третьего типа может в психологических глаголах, типа «я там что-то почувствовал», тоже выражать субъект. То есть, там более сложно так все мир выглядит. То, что в переходном глаголе было объектом, в статическом является, наоборот, субъектом в этой конструкции. Ну, в общем, из этого общий вывод какой, что противопоставлены четко активные статические формы в языке, и даже есть типологические классификации, которые индейские выделяют именно как языки с четким противопоставлением объекта и субъекта, о чем я уже говорил в курсе общего языка знания. Отрицание выражается через специальный набор приставок субъектов. Тоже ранее показывал этот набор приставок. Это они будут еще выражать еще и отрицание. Много суффиксов глагола. Вот это у нас, значит, были приставки. Приставки еще могут быть рефлексивные у них, взаимность действий тоже приставкой. А суффиксы глагола выражаются модальными временными формами. Допустим, будущее время специальным суффиксом, прошедшее время ток и так далее. Но, насколько я понимаю, суффиксы все-таки аглютинативные. То есть они, как, допустим, суффикс прошедшего времени, он всегда один и тот же выражает просто прошедшее время. Но набор этих суффиксов больше, как я говорил, чем в русском, поэтому очень много суффиксов выражают. Допустим, очевидность действия. То есть, что мы сами видели и точно убедились. Но это распространено, кстати, в алтайских языках, в японском, в татарском. Есть такие, что очевидно или неочевидно действие. То есть я от других это слышал или непосредственно это все наблюдал. В японском много таких форм, допустим, даже с разными оттенками. Суффиксы обозначают вопросительное, восклицательное, повелительное наклонение и так далее. И множество всяких оттенков модерности. Помимо этого, есть еще инфиксы. То есть, вот я тут про агглютинативность поболтал, но на самом деле не агглютинативный язык. И есть вот такие, называют они их степени глагола, но на самом деле это инфиксы, либо какие-то чередования внутренние. Тут как-то сложно описано, да? Вот это все-таки, да, это какая-то флективность явная. Чередование корня с вставкой в него каких-то еще слогов или звуков. Они выражают различные у нас аспекты, да? То есть, что действие длится определенный промежуток времени, повторяется и так далее, внезапно началось. Ну, на практике вот эта вся степень, она переводится с наречием, да? Особенно в аналитическом английском языке. То есть, для носителей английского это выглядит так, что индейцы в одном слове кратко говорят то, что в английском тремя-четырьмя словами, обычно там наречиями выражается, формы глагола и так далее. То есть, как-то вот так. То есть, индейцы говорят одно слово, а в английском надо сказать отдельно субъект, отдельно наречие, отдельно объект, и еще глагол четыре слова получается. Что касается имени, оно проще. В имени есть префиксы согласований и различаются неотчуждаемые и отчуждаемые. Уже ранее рассказывал, поэтому не буду. Есть разные маркеры отчуждения и неотчуждения. То есть, если отчуждаемые, то одни будут показатели идти, а если неотчуждаемые, то другие принадлежности, увы, имени. Но при этом используют те же согласовательные маркеры, что в глаголе. То есть, в имени выражаются отношения лица, там, моя голова, твоя голова, теми же показателями, что в глаголе отражается лицо. Тем не менее, имя имеет у них все-таки падежи, номинатив и аккузатив. То есть, если четко известно субъект, и он отдельно от глагола уже фигурирует, допустим, мальчик, то есть, мы же в глаголе не можем сказать, что именно мальчик это делает, тогда его выносят как отдельное слово и ставят его в специальный падеж, номинатив с аглюцинативным показателем «Ад». Также, если нам четко известен объект, и мы его от глагола отделяем, выносим в отдельное слово и конкретизируем, то мы его ставим в ввинительный падеж и ставим там показатель «Я» в чахтатском языке. Глагол обычно находится в конце, а все вот эти подробности, они идут в начале со своими показателями. Ну, конечно, имея такое большое количество суффиксов глаголи, можно и отдельными предложениями формулировать. Формулировать там довольно сложную ситуацию отдельным словом. То есть, одно слово может отражать довольно сложную ситуацию и быть также и предложением. Ну, определяемые обычно в конце. Вот лексика, некоторые примеры. Спасибо будет Яко-Ки. Ничего не понимаю. Ак-акости-нинчо. Вот, если как-нибудь в Аглахоме будете, в окружении индейцев-чактавов, то вот, по крайней мере, нужно сказать Ак-акости-нинчо. Ну, в смысле, по-индейски я не разговариваю. Ну, вот, и видно, что нет у них звука РА, потому что Чироков они называют Чалаки. Ну, вот, пожалуй, всё. Используем материалы Русской Википедии. В данном случае достаточно информативно и не очень длинно, что меня вполне устраивает. На 15 минут где-то эти все обзоры и планируются. Продолжение следует...